Игорь Григорьев расстался с Клавой Безверковой из-за её поведения. Человек просто заигрался. Играя дальше, провоцирует. Я не успел уехать. Какие-то букеты от кого-то, ещё что-то. Я в эти игры не хочу играть, честно. Клава возвращать возлюбленного не собирается. И планирует весело провести время с Алиной Рахимовой. Давай, в трейверу таю. Сегодня я планирую Элину познакомить с каким-нибудь парнем, который придёт сюда и завоюет её сердце. Дмитрий Мещеряков пытается добиться любви Элины. Но сегодня стало известно, что Дима провёл ночь в компании Александры Черно. Курточка в его химках висит черно. Обувь в химках его черно стоит, поэтому она была у него в гостях. Я ночевал в химках и не просто ночевал, а в приятной компании Александры Черно. Элия в очередной раз разочаровалась в Диме и не хочет с ним общаться. Сегодня день голосования и кто-то из участников покинет проект навсегда. Дорогие девочки, девушки, женщины, любимые наши, поздравляем вас с праздником от всего мужского коллектива «Дома-2» с праздником. Будьте любимы, счастливы, красивы, порхайте, летайте. Именно такие вы наполняете нашу жизнь смыслом. С праздником вас! Это мне! Нелли Ермолаеву для всех девушек страны. Спасибо большое, как приятно, тем более от Безуса. Ничего себе. Спасибо большое. Я тоже, девчонки, поздравляю вас с праздником 8 марта. Хочу, чтобы вы цвели, пахли, были женственными, сексуальными. И, конечно, главное, любимыми. Но это не отменяет того, что сегодня голосование. И вне зависимости от того, мальчика или девочка, может поехать домой. Дима и Элина. Вот скажите, общая беда, она сближает или разъединяет? Общая беда какая-то? Черно, Саша. Наша биг-мама, так сказать. Ну, возможно, да, уж мама, мне мама. Сегодня ты у нее был, она у тебя ночью. Знаете, Черно уже как мой питомец, как что-то близкий мне человек. Питомец? Ну, это какая-то метафора. Мы всегда с ней вместе. А ты в глаза можешь ей это повторить? Честно, я только за глаза так могу налезть. Но это подлинненько. Чуть-чуть, но я с уважением. Слушай, она вчера, Дим, говорит о том, что больше я не подойду, между нами все и так далее. Но как только она видит, что между тобой и Элиной что-то не то, тут же все, вот, понимаешь, вы едете в одной машине, и вам по пути оказалось, за хлебушком съездили, да, оказались в одной квартире. Так получилось. Ну, как так получается? Ой, вчера очень жаркий, жаркий был вечер, ночь. Тяжело сейчас как-то формулировать мысли, поскольку Саша высосал все соки буквально. Ты поздравил ее за 8 марта еще ночью? Да, конечно, слушай, нам с Сашей всегда есть о чем поговорить. Оказалось так, что она ехала в ту же сторону, что и я. И мы оказались у меня в квартире. Москва такая маленькая, просто одна улица. Москва очень маленькая, когда рядом Саша Черно. Пойми, это все как-то даже звучит, вот, знаешь, не по-мужски и не серьезно. Ты вчера говоришь о том, что, Элин, я прошу тебя, 8 марта, женский день, но я прошу никуда не ехать кутить. Не надо ни с кем знакомиться, я хочу быть с тобой. И тут же, просто, вот что это такое? Ну, Нелли, ну ты же знаешь ситуацию, за которой все случилось? То есть, у меня вчера хороший был день, но Элина в конце его испортила. Заткни свой рот. Ты не умеешь нормально общаться, я просто сказал слово, ты мне говоришь, рот закрой, ты кто такая? Прилюдно мне девушка закрывает рот, мне кажется, ну, мне это не понравилось. И, конечно, я расстроился. Хорошо, но это же не повод ехать вот с ее бывшей подругой и везти ее к себе домой в канун 8 марта. Ничего такого романтического там не было, просто сидели, общались. С Элиной долго выяснял отношения по телефону. Может, и не было романтического, но вот щелчок по носу Элине. Ну, так, чтобы не расслаблялась. Она его заслужила? Конечно, конечно заслужила. Она сосется в клубе с мужиками, она меня прилюдно как-то рот закрывает, и чуть вот ей по носу надо было дать этот щелчок. Элина, а что он должен был сделать, скажи, пожалуйста? Да, без разницы, куда он едет, Саша, не Саша. Я же, ну, как бы не глупый человек, я понимаю, о чем они разговаривали, потому что потом, писав мне сообщение Димы, я чувствую слова Саши. Вот и все. Поэтому это их дело, о чем разговаривать, как меня обсуждать. Там такое вот в СМСках, что ты угадываешь руку Метро. Сашина любимая фраза, вот это ее, когда не только ко мне адресована, а ко всем, что люди живут проектом, мыслят только о проекте, вот они уже не понимают, какая реальная жизнь. И Дима никогда таких слов в мою сторону не употреблял, а сейчас тоже начал употреблять. Вот эти все сообщения было, конечно, уверенно со слов Саши. Давайте наберем Сашу Черной сейчас. Все-таки естественные отборы, мне кажется, вот по таким поступкам, она под ударом. Вам не кажется так? Да, и мы тут вдвоем под ударом, так-то все втроем тогда. Да, Саш, привет. Привет, Нелли. С праздником тебя с 8 марта. Спасибо. Ну, у нас естественный отбор сегодня. Я не могла тебе не набрать, потому что ты под ударом, Сань. Я спрашиваю Диму, Саша, это любимая женщина? Он говорит, нет, это питомец. Я не знаю, это высшая похвала или у вас, может, такие игрища. Ты просто расскажи, вы в отношениях или нет, чтобы понимать, как голосовать коллективу? Конечно, нет. А ночью в Химках ты что делала? Рассказываю еще раз. Мы вчера поехали, нам просто было в одну сторону. Он занес ко мне домой мой баул. В одну сторону? Да, все верно. Просто Дима говорит, что ты высосала из него все силы вообще. Ну, это неправда, Дима обманывает. В общем, как было? Мы приехали ко мне домой, он занес баул, я оставила кофе, потом мы поехали к Симке, сидели с его друзьями. Хорошо, по отношению к Элине, неважно, бывшая подруга или какая там она бы не была. Вот просто интересно мне твое мнение. Что именно по отношению к Элине? Ну, то, что ты берешь и увозишь его в ночь. А что по отношению к Элине? Они в отношении? У них любовь или что? Я не очень понимаю, возможно, что-то изменилось. Ну, мне кажется, у них что-то есть. Симпатия точно есть. Ну, не знаю. Я уехала со своим знакомым, другом. То есть ты не видишь, что между ними что-то есть? Я так не сказала. Я не знаю. Что она нравится Диме? Да, факт. Просто говорят, что Дима говорит именно твоими словами, твоими фразами, именно твоими. Что Элина проектная, что она и заигралась в проект. Не знаю, что кто-то живет в своем мире и... Давай-ка я дам вот как раз Элине трубочку, передайте. Мне? Просто, что я здесь как испорченный телефон. Давайте, может, найдем, в чем поговорить. Привет, Саша. Диман. Привет. Да, я на самом деле говорю о том, что то, что мне вчера писал Дима, это твои фразы, которые ты часто говоришь. Поэтому я даже не предполагаю, скорее утверждаю, что вы вчера ехали пока в такси, дома находились. Разговоры, конечно же, были обо мне. А наша с тобой ситуация, наверняка ты ему жаловалась. Вот. И человек потом разговаривал уже твоими фразами. Но другой момент, Саша, у меня вот к тебе вопрос, да, все-таки. Может быть, он сейчас не такой актуальный, но все же. Вот ты говоришь, что Дима предатель, он предает тебя, плохой друг, но на него ты злиться долго не можешь. Но есть со мной ситуация, давай по-честному все-таки и открыто. Ты в этой ситуации, в той, в нашей, ну, действительно поступила неправильно. Ты это признаешь, я это помню. Но со мной почему-то ты говоришь, нет, такие мне люди в жизни не нужны. А в чем разница? У тебя была точно такая же история, когда ты почему-то не могла долго злиться на Диму, но при этом ты все могла очень злиться на меня. Вот, как бы сейчас. Сейчас я делаю вывод. Со мной не хочешь общаться, потому что Диму я простила быстрее в той ситуации, чем тебя. Нет, Элин, неправильно ты понимаешь, потому что ты была намного ближе, чем Дима. Ты, я всегда говорила, ты была не подругой. Ты была мне как сестра, что ли, как, ну, что-то, знаешь, такое вот очень, очень близкое, знаешь, намного ближе, чем вообще кто-то в этой жизни. То есть у меня, ты знаешь, сама есть таких людей всего двое. Вот есть ты или есть еще одна девушка. Мне настолько обидно то, что ты можешь даже подумать о том, что я могла себя назвать проектной, что я могла Диме вложить. А я могу тебе сказать, что ты мне это лично говорила. Я могу тебе поклясться всем, чем хочешь, что подобных разговоров у нас вчера вообще не было. И дело в том, что я даже не хочу это доказывать. Мой друг, мой близкий человек никогда в жизни не подумал бы о том, что я могу его, не знаю, там, целенаправленно предать, садить или сказать какие-то такие вещи. Как она на себя одеяло притянула. Именно по этой причине я сказала о том, что я не хотела бы, наверное, далее общаться вот настолько, насколько сейчас, потому что для меня эта ситуация, она очень горячая. Пойми правильно. Да, я тебя услышала, хорошо. То, что ты ему говорила, в курсе всего. Просто я тебе скажу так, что те фразы, которые ты сейчас говоришь, что я там как подруга себя показала, но это только меня может сейчас улыбать. Потому что я понимаю, для чего ты делаешь, чтобы свести с себя вину определенную, чтобы ты такая, знаешь, была в жертве, что я так могла с тобой поступить и так о тебе подумать. Но факт остается фактом, ты сделала поступок, я сделала вывод. И все, на этом все. Спасибо большое. Вот такой треугольник. Все трое говорят про дружбу, спасибо, но дружить не получается абсолютно. Вот коллектив, как вы видите эту ситуацию? Отличный пример, как жертва, спасатель и преследователь меняются местами и всем комфортно. Все кайфуют от этого, да, в зависимости от изменения ситуации. Все это будет также продолжаться, если кто-то не возьмет на себя ответственность выйти из этого треугольника. Пока я вижу, что силы есть выйти из этого треугольника у Элины. У остальных пока нет, потому что это будет очень неудобно. Да, спасибо, Клава. Я вот единственное не понимаю, то есть происходит ситуация так. То есть вся ругань у Саши и Элины были из-за Димы. Но почему-то Саша не готова от него отказаться, Элина не готова от него до конца отказаться. И Дима, который их там покрывает последними словами, говорит, я тебе сейчас ноги ударю, тоже почему-то не готов отказаться. Что такого вот в этом хулигане? Мне просто интересно. А я думаю, это эмоциональная привязка. То есть Дима такой как дружба, там и подойдет, и обнимет, и согреет, и какую-то идею подкинет. То есть по факту на проекте они ни с кем лучше так не общаются. То есть это уже больше дело привычки, то, что как родной человек. Клава, в клуб ведешь ты. Я. Сегодня с тобой окончательно расстались. Если ты не знаешь, то мост между тобой, Игорем, это Тигран. Он сегодня созванивался с Игорем в очередной раз. Тигран, какая последняя информация, расскажи. Информация была такова, что Игорь вчера приезжал на Лобное, он разговаривал после Лобного. И он понял, что все-таки Клава не ценит его, не любит его, и провоцирует всеми движениями, и не хочет никакой серьезности. Ты не шепчешь. Он тупо видит от нее провокации. И он решил, что он действительно правильно сделал, когда поставил точку в отношениях, расстался. Как бы больно ему не было, и как бы он там не любил Клавдию. А ты его поддерживаешь в этом начинании, или считаешь, что неправ? Смотри, он обронил такую фразу, что Клава, он, наверное, услышал или повторил за Сашей Черно, что Клава ему воткнула нож в спину. Я ему сказал, что нет, все-таки так не было, она тебя не втыкала, она просто тебя не полюбила. Везде Сашка Черно. Да. Она просто не полюбила его, и она, так сказать, не дорожит отношениями этими. Она не прислушивается там в каких-то моментах, может быть, где надо было бы прислушаться. Но когда два месяца уже отношения, я думаю, что Клава не полюбит его, и не будет никакого там потепления в отношениях, и я думаю, что это правильное решение. Все, это точка, то есть, да? Да. Клав, хорошо. С тобой расстались, получается. Ты свободная женщина, правильно? Вы сегодня с Элиной едете в клуб. Мы едем в ресторан. Хорошо, ресторан. Скажи мне, пожалуйста, Игорь, имеет смысл вообще вот приводить его Игоря? Или может быть... Конечно, конечно, да. Я думаю, он построит... А зачем? Смотрите, Игорь очень классный парень. Он действительно очень заботливый, очень трепетный, и он построит здесь достойные хорошие отношения. То есть, насчет Элины, он уже, как бы, я думаю, урок усвоил, и такого больше не повторится. Он это реально понял, поэтому, я думаю, конечно, его стоит заводить. А по поводу тебя? А что по поводу меня? Слишком много уроков. Ну, там была и агрессия. Вот смотри, просто Элина его здесь не ждет. Ты с ним тоже рассталась. Я с ним рассталась, меня бросили. Ну, хорошо, он тебя бросил. Ради кого его сюда возвращать? Ради новых чувств, ради новых отношений, которые он построит. Он достойный парень, он имеет право здесь находиться. Ладно, перед тем, как переступим к голосованию, давайте еще я дам слово двум людям. Саша и Таня. Вроде бы у нас новая пара или не пара, я не могу понять. Нет, мы с Сашей не пара. Я не хочу обманывать ни себя, ни Сашу. Я прямо говорю, что у меня к нему не загорелось. Он мне не интересен. А что с ним не то? С ним все то, просто не для меня. Ну, почему вот против тебя они должны голосовать? Вот почему? Ну, для начала, для проекта я уже показала отношения. Я пыталась с Лешей показать отношения. Я пыталась показать отношения с ним. Я не видела вообще никаких отношений. Ну, неправда. Если честно. Ну, неправда. Это разные вещи, понимаешь? Можно с разными людьми пытаться, неделю пытаться, но мы этих самих отношений не видим. У меня были чувства. Хорошо, они были, они закончились дальше. Нет, не закончились. Кому не закончились? К Диме есть чувства, да. Я говорю об этом. Здравствуйте, приехали просто опять. Вот это вот я и хотел сказать, что тут проблема в том, что Татьяна все еще испытывает чувства к хулигану. Это абсолютно заметно. Тань, ну, может, тогда ты сегодня пригласишь Диму в ресторан? Дим, поедем куда-нибудь, отдохнем сегодня? Да, конечно, да, да, поехали. Вдвоем? Серьезно? Поехали, да. То есть вы сегодня? Нет, не в Химке. Только не в Химке. Хорошо, мы тут, у нас тут все хорошо. Мы съездим куда-нибудь. Саш, тебе кто-то нравится здесь? Мне симпатична Клава. Я бы вот, кстати, с радостью хотел бы потусить сегодня. Сегодня, да? Обожаю. Урод, Клава. Ну, пик популярности просто только наступает. Нельзя ли Александра взять с собой? Я думаю, давайте принесем на другой день. Я просто хочу провести время в женской компании. Я не подоплюсь, я подожду. Саша, не знаю, как ты будешь защищаться, но я объявляю естественный отбор. Раздайте, пожалуйста, бюллетени. Начиная с Татьяны, мы голосуем. Александр. Александр. Татьяна. Кеннели. Александр. Нет. Нет. Подожди, ты обманываешь. Ты другое написал. Я Александр написал. Нет. Открой. Элина Рахина. Таня. Татьяна. Александр. Александр. Таня. Саша. Кеннели. Кеннели. Один голос против Элины. Два против Кеннели. Четыре против Тани. И пять против Саши. Саша, у меня нет иммунитета для тебя. Я ничего, я согласен с мнением ребят. Обидно очень, понимаешь, что ты согласен на все. Ну, ну, в смысле, а что поделать? Клав, у тебя нет иммунитета для Саши? У меня сегодня в иммунитете очень интересная кандидатура на то, чтобы реалибитироваться. О-о-о, вот это да! Кто не понял, тут написано Александр Абаринов. Вот это да! Сегодня иммунитет я даю тебе. Саша, вот честно, мы ведущие к этому руку не прикладывали. Ты можешь сделать так, чтобы никто не разочаровался? Могу, но плохо будет, если подведу и как бы зря потрачу. Почему нет такой уверенности-то? Тебе дается сейчас шанс, нет бы воспользоваться им. Это же и в жизни тебе дальше пригодится, понимаешь? Это вот колоссальная школа жизни сейчас. Почему должен уходить Александр, если сейчас все проголосуют за меня, если я хочу реально построить здесь отношения и показать другую картинку? Саша не знает, чего он хочет. А Клава не хочет, чтобы уходил Саша. Что делать? Саша, ступишь? Нет. И давай вот с этого момента, когда ты сказал нет, научимся говорить нет. И научимся в принципе говорить, а потом научимся и делать, и жить. Второй круг голосования. Итак, Элина, боишься? Да. Но тебя уже перечеркнули один раз. Мы делаем выборы, начиная с Татьяны, мы голосуем. Итак, выбор сделан. Начиная с Татьяны, мы голосуем, у нас идет второй круг. Кеннели. Таня. Кеннели. Кеннели. Клава. Таня. Татьяна. Кеннели. Кеннели. Таня. Кеннели. Кеннели. Итак, один голос против Клавы, четыре против Тани и семь против Кеннели. Как ты думаешь, почему так произошло? Почему произошло? Из-за всей ситуации, которая сложилась. Меня не поняли, поддержали в коллективе Лешу. Обидно, обидно. Но я понимаю, что вернусь сюда снова. Вернешься ради чего? Ради построения новых отношений, потому что я пришла сюда именно за этим. Не получилось с Лешей, произошла такая мерзкая ситуация. Он думал, что я буду молчать, что я буду хавать. Он не оправдал, он подвел тебя. Да, а я не захотела хавать, я захотела говорить как есть. И за мою правду люди проголосовали так. Это их выбор, их мнение. Саш, вот смотри, вот берет человек, понимаешь, и не боится, говорит. И поэтому ей иммунитет от ведущей. Спасибо большое! Я люблю смелых, Саш, понимаешь, которые не боятся, говорят, которые отстаивают свою позицию. Спасибо большое, спасибо. Так, а вот теперь иммунитетов больше нет. И теперь уже ни ведущий не спасет, ни участник. Нельзя голосовать против Кеннели, нельзя голосовать против Саши. И я объявляю третий круг. Итак, делаем выбор. Выбор действительно непростой. Выбор сделан, и начиная с Татьяны мы голосуем. Клава. Элина Рахимова. Татьяна. А что ты исправляешь, Элин, там? Она исправляет что-то, Нелли. Прошу заметить. Элин, что ты там исправляешь? Я не могу. Что не можешь? Я не могу голосовать по-предательски, поэтому проголосую как хочу сейчас. Нет, нет, у нее что-то написано, вы меня подтянули за это. Элина Рахимова. Ладно, против тебя голос принимается. Окей, сделаем такие правила. Дима. Клава. Таня. 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 Татьяна. Дима. Таня. Таня. Один голос против Димы. Два против Элины. Два против Клавы. Семь против Тани. Тань, иммунитеты вышли. Спасти не я, никто не сможет. Но поедет ли Дима с бывшей участницей в ресторан сегодня, мы узнаем прямо сейчас. Или это уже не его уровень. Что хочу сказать, давайте Танюху-то оставим, что торопиться-то с выводами. А зачем тебе она нужна? Ну вдруг у нас что-то с ней получится, сегодня хотели в ресторан пойти в настроение. Ну вот голосовал бы против Черно и был бы другой вариант. Не могу, Черно тоже одна из моих женщин. Дим, объявите себя парой, только не на разочек, а действительно парой оставлю. Прямо сейчас. На 8 марта сделаю такой подарок. Я не могу сейчас, понимаешь, потом с меня спрос будет. Дим, нет, только парой. Никак безус. Это выбор без выбора просто, наверное. Я боюсь. А вдруг, а если не сложится, что потом? У тебя каждый раз если, а как бы, понимаешь? Если не сложится, вы с меня спросите потом? Да, естественно. Не, ну я не могу, понимаешь, а вдруг завтра что-то по-другому будет. Потому что не нравится тебе она, Дима. Естественно будет по-другому, потому что ты хочешь с Элиной быть. Ты же прокалываешься, ты сам говорил, что она тебе не нравится, что она для тебя падшая женщина. Что-то как ты переобуваешься. Ну что, сегодня падшая, завтра вставшая. Дим, ну ты тоже словами тогда не кидайся. Сейчас ты объявляешь себя парой, и вы пара. Я не могу так вот объявить. Значит, тогда Таня едет домой. Просто так вот пара объявить себя, взять ответственность. Я понимаю, что я могу не вытянуть. Да ты вообще никогда не берешь ответственность, понимаешь? Нет, ну я не хочу вот так идти к отношению, когда мне выбор ставят. Да ты вообще никак не хочешь, в том ты и дело, понимаешь? И я сейчас хочу понять и прощупать просто тебя, на что ты готов. Ты ни к чему не готов. Поэтому Таня нас сегодня покидает. Нет, Таня, я готова уступить Тане место. Вы, вы голосуете. Я не голосовала, я голосовала против себя. Я понимаю, что Таня, возможно, здесь следующая третьим кругом шла, но я даже не могла. Ну почему тогда ты не подсуетилась и себя сейчас ставишь под удар? Потому что достойна девчонка. Она может и достойна. Достойна. Просто Дима с ней не будет. И ты встречаешься с тем, кто ей нравится. Слава Богу, это круто, что ей нравится мужчина. Это классно. Это классные чувства. Блин, прикиньте, вот если бы мне сейчас кто-то так нравился, я бы хотела быть мужчиной. Это классно. Я мечтаю об этом. Этой пары нету, потому что есть ты. Окей. Вот прекрасный момент, что я... Давайте мы всегда убираем третьих лишних, чтобы случилась пара. Прекрасно. Давай без истерик. Я готова. Ты можешь и готова, только нас сегодня покидает Таня. Ну, значит, я пойду с Таней. Итак, Татьяна, пройди, пожалуйста, на ворот. Остальные здесь остаются. Лобная не закончилась. Я никого не отпускала еще. Сегодня 8 марта, и одна девушка, бывшая наша участница, попросила вернуть ее на проект. У нас действительно недобор участников, и она говорит, что я как никогда готова к любви. Правда-неправда покажет время, а пока встречайте Екатерину Горина. Все время, все время. Субтитры сделал DimaTorzok Я сразу говорю, это такая лебединая песня, не получится, но значит все. Последняя курс, Жуля. Надо действительно приходить за любовью, не за дружбой. Надо уйти отсюда действительно уже счастливой и в отношениях. Согласна? Сто процентов, без вариантов. Может, кто-то нравится, конкретная симпатия есть? Конкретной симпатии у меня нет, но я готова влюбляться, очаровываться. Ты когда приходила просто два дня назад в гости, сказала, что Дима похож на твоего бывшего мужа. Ну что-то общее у них есть, правда. Такие ребята озорные, заводные, ну такие вот. Рубаха парень, да? Ты не поверишь, а его сегодня бросили. Какая досада, Илья. Более того, ты не поверишь, его бросили в его день рождения. Какой ужас, Зим. Как так? Такое бывает тоже. И вот здесь подарок, смотри какой, да? Пришел. Прекрасный. На день рождения. Хорошо, какие-то вопросы Кате есть, ребят? Лех, есть вопросы? Да, Катя, что поменялось в твоем мировоззрении в отношении к отношениям, к любви? Какие новые инструменты у тебя в запасе, чтобы показать что-то новое? Мне кажется, я просто последний раз пребывала в какой-то негармонии с собой внутренней. Не было какого-то пути у меня. И вот я, мне кажется, поэтому все мои отношения последние, они были такие очень поверхностные. Не было в них какой-то глубинности. Вот сейчас, мне кажется, то, что я пришла и созрела к тому, что я хочу действительно семью. У меня был тут большой опыт, бэкграунд большой, такое отношение разные были. Вот сейчас именно нацеленность такая очень серьезная на здоровые, гармоничные и уже серьезные отношения. Это больше про семью. Ребят, я сегодня клянусь мамой, я ухожу с проекта. Это 100%. Миллион процентов я вам даю. Окей. Мы рады, что Катя вернулась на проект. Дай бог, чтобы действительно построила отношения и сложилась семья. Спасибо, это был телепроект «Дом-2». Не переключайтесь, все самое интересное впереди. Лешка, Алексей, как дела? Отлично. Ну чего отлично? Ты мне тут рассказывал, да? Ну, всяко. Рад, конечно, рад. Конечно, рад. Тем более, ну, я почему-то думал, что наоборот, выйдя за периметр себя, будешь чувствовать наоборот своей тарелки со спокойной дышей. Да нет. А оказалось, что именно формат именно вот этой жизни, которая здесь есть, это тот формат, которого... Да нет, в смысле я там нашла гармонию, просто не хватает им на приключений, потому что за периметром как раз-таки там есть равновесие и баланс. А вот именно полет, фантазии, мысли, приключения, яркость... Ну, в работе, в учебе вообще ничего, никак. Ну, там свой, там свой интерес. Вернулась Катя на проект, я очень рад ее видеть именно как человека, как участницу, потому что она всегда была яркой и интересной. Однако я с ней сейчас не нахожу какие-то точки соприкосновения, общения, потому что мои мысли все направлены на возвращение Тани. Элина, что за бегство? Нет, никакое бегство, все нормально. Мне кажется, как-то ты торопишься. Может, я просто взять тайм-аут сейчас возьму? Да, 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 тайм-аут сейчас возьму. Ну, серьезно. Я хочу сейчас к себе здесь. Я думаю, ты как-то, ну, торопишься. Нет, все нормально. Необдуманное решение. Жалко, что такое. Жалко, что спустя, там, сколько-то, годика и два, наверное, три-четыре месяца я ухожу так, но... А ты еще никуда не ушла. Мне кажется, я уже все сказала. Ну, то, что ты сказала, всегда ничего не сказала. Но так ждаваться, знаешь, не надо. Я считаю, вообще не время. Я считаю, самое время. Я считаю, вообще не время. Я считаю, что сейчас, там, Катю привели, и мне еще... Не, ну, мне это надо. С одной... С другой... Я скажу, что она... Я не хочу в этом везде копаться. Слушай, ну, никто не заставляет в этом копаться. У тебя еще не выполнена цель. Знаешь, у меня все по фактам. Что про Кеннель у меня есть факты. Что про Катю Горину у меня есть факты. Как она жила, кто ее обеспечивает. И как ее там... Кому она дает за то, что ее обеспечивают. У меня все есть. Я не хочу. Ирина Рахимова уходит с проекта. И, конечно, это самый близкий мой человек. И, конечно, я не могу ее оставить в беде. Я предпринимал попытки, чтобы она задержалась здесь. Чтобы она обдумала данное действие. Чтобы никуда не уходила. Но, к сожалению, все тщетно. Ирина, правда, руп. Она, если решает, то решает конкретно. По большому счету, ты как с Димой хочешь рассмотреть какое-то общение? Или... С Димой? Или ждать те новые лица? Или я буду с каждым общаться? Вот, Александр, если я и с Димой. Пообщаюсь. Нет такого, что я буду ждать. Я буду общаться. И с тобой буду общаться, Алексей. Ну, мы-то, что мы. Мы всегда будем общаться. Всегда будем общаться, да? Да. Поэтому я очень сильно скучала. Я обниму тебя. Я обниму тебя. Да вообще все прям... Буду тебе кушать, готовить. Я надеюсь, что Катя рассмотрит все-таки в качестве мужчины и Александра, и Димана-хулигана. Потому что я считаю, что в Димане-хулигане огромный потенциал. Но очень много внутри лени для работ над собой. Я лучше пойду. Зачем мне нервы? Я тоже пойду. Я же тебе говорю, мне тогда неинтересно здесь быть, если ты уйдешь. Ну, я считаю, что не самое лучшее время просто брать и уходить. Я считаю, что... Блин, ты же когда плещи собирала, когда ты с Григорьевым поругала? Сейчас собираешь, давай лучше разбирай. Я считаю, что это не самый лучший уход, и я бы могла уйти достойно. Давай не будем портить его размытие. Мне могли сказать, что приходит Горина, и уход был бы абсолютно другим. Окей, хорошо. Да, Элина, тормози. Ну, я тоже не понимаю. Элина, давай... Рахалян, дохнем сейчас просто с тобой и решим уже. Завтра заберем вещи. Хочешь, я заберу завтра вещи? Ты мне даешь из химков? Да, да, да. Два дня мне надо. Нет, я тебе вообще... Два дня. Да нет. Два дня. Дам ты в химках жить, не вопрос. Просто, блин, я тогда тоже. Мне неинтересно на проекте быть. Я не вижу в собой никого, кроме тебя. Я считаю, что Элина крайне спешит со своим уходом по той простой причине, что это все на эмоциях. Плюсом это тире сдаться. Вот я когда вернула сюда после дисквалификации Игоря, то есть я четко дала понять, что уйти – это значит сдаться. Но сейчас Элина приняла эту позицию. То есть она не хочет дойти до конца, то есть завершить начатое. Она просто дает заднюю, и это очень слабо. Я считаю, что Элине нужно остаться на проекте и доказать всем, что она тут еще построит яркие и красивые отношения. Может быть, выдохнем, а потом ты примешь решение? Да. Элин. Катя, поглоти. Элина. Почему она ушла? Элин. Почему она? Элин, ты мазни. Это больно. Поболтать пришла. Я не хочу. Ну давай поговорим. Я не хочу, Катя, болтать. Чуть непонятная. Ну что такое? Зачем ты собираешь вещи? Зачем ты собираешь вещи? Какая разница. Ну мне не все равно. Тебе разница такая? Мне не все равно. Можно, пожалуйста, я соберу спокойно в обстановке вещи? Пам! Па-дам-пам-пу-пу-пу! Ха-ха-ха-ха! Подходим, подходим, подходим! Ближе подходим! Потому что вы попали на шоу «Угадай-ка-с» с этим ведущим великолепным Тиграном Солебековым. Прошу вас, прошу. М-м-м-м! Тихо-тихо. Как пахнет от вас седой. И сегодня мне повезло, потому что у меня в гостях, становитесь, пожалуйста, сюда, моя Анна-фамилица Виктория Солебекова. Ваши аплодисменты! Пам-пам-пам! Как называется передача? Угадай-ка! Сегодня 8 марта. Женский день. И мы сегодня дарим подарки. Но! Мы дарим подарки не просто так. Мы дарим за что-то. Вы должны угадать, что находится в этом прекрасном удачном сундуке. Готовы? Выхожу, значит, и вижу своего прекрасного мужа в костюме. То ли клоун, то ли циркач, то ли не знаю кто. И вижу коробочку. Думаю, наверное, все-таки он меня услышал и решил купить духи самостоятельно. Но не тут-то было. Я думаю, что обратно все баулы придется привезти. Просто жалко, что таскать их что-то. Ну да, да. Туда-сюда. Я целую неделю такая. Мне и тяжело. Приморно еще горе. Чтобы еще неделю я тут страдала. Девушка и тратить. Стоит. Надо чуть выдохнуть, я точно знаю. Ну да, сейчас на эмоциях. Да, я знаю, как это вот решение, когда на эмоциях принимаются. Ничего, Диман, надо, короче, сейчас все выручить. Пойдем. Я не хочу, чтобы она уходила, поскольку это самый светлый человек, который был у меня. Я пришел к ней на проект, и я от своей позиции никогда не отходил. И я вижу ее слезы в глазах. У меня на глазах также наворачиваются слезы. Я не могу это принять. Я хочу, чтобы моя малышка осталась здесь. Слушай, знаешь, я вот смотрела на Элину, она же сейчас собирает вещи, собираются уходить с проекта. Прям вообще, у нее прям последняя точка кипения. И вот, правда, непонятно, с чем именно это связано. Либо с тем, что Катя Горина пришла, она говорила до этого, что... А у нее были, да, какие-то конфликты? Да, у них были очень сильные конфликты. И в целом она вот недавно говорила о том, что если Катя будет на проекте, то меня здесь как бы не будет. Либо я, либо Катя. Вот, и либо там эта ревность, может, какая-то к Диме, потому что Катя там уже появлялась. Да, закинула удочку, так сказать, к Димасу. Да, да, да. И... Он прям, смотри, навела, что Катюха только, получается, зашла, и сразу уже и Элинка как бы уходит, можно сказать, получается, в нас так все сопоставлять. Получается, она уходит именно из-за того, что заходит Катя. Ну, либо в целом, я вот, знаешь, очень много чего довело, вот, эмоционально. Я считаю, что Элинка, может, действительно уходит от того, что преревновала тот факт, что пришла Горина, проявилась, тут уже немножечко фразочками перекинулась с Димасом. Возможно, ее это все напрягает. Она думает, тут как бы и Сашка Черном, моя лучшая подруга, тут вот как бы я уже ко мне проявляется. И как бы куда это теперь Катюхе, ну, не вариант. Я думаю, она хочет просто сбежать от всех проблем, от всех этих разговоров, разбирательств и так далее, и тому подобное. И я этот подарок приготовил специально для него. Для мужа? Конечно. Не для меня. Специально для мужа. Четкий, что ли? Нет. А надо нажимать. Четкий. Неправильно. Вы каждый день с этим предметом сталкиваетесь. Вы его держите в руках. Вы его трогаете. И он вам приносит положительные эмоции. Нет, ну то, о чем я подумала, я не могу сказать. Нет, это не то. Нажимать надо. Виктория, вы беременна, и вам тяжелую попку так не делаете. Нажимать надо. Ладно. Железная. Железная? Ну, вот так, железная. Давай ты лучше скажешь. С ручкой. Вы готовите на ней. Сковородка. Да! И вы правильно угадали. Потому что это сковородка. Сковородка! Виктория. Это было очень трудно. Виктория, я знаю, что вы отлично готовите. И самое главное, вы готовите своему. Негативному ужину! И сейчас я приготовила для тебя ужин как раз таки. Да? Угу. А я слышу. Что-то после твоего этого конкурса угадай-ка я чувствую себя очень тупой. Димас, что делать-то? Что делать-то? Нет, вообще, тебе как разобраться в женщинах? Ты как будто в трех соснах потерялся. Ночью с черно время проводишь. Тут согласился с Танюхой уже пойти в ресторан. Сейчас Элинку останавливаешь. Что делать-то? Приоритеты какие? Больше всего, конечно, симпатия к Элине, но некоторые ее слова убивают. Это во мне. Когда она меня посылает, оскорбляет, когда она меня перебивает, я не могу как-то... Может быть, она сейчас просто сильно напряжена, видишь, как вот она говорит, что неделя у нее такая тяжелая. Да, со всех сторон. Да, я согласен, но если говорить открыто, то, конечно, Элина больше всего заходит. Что будешь делать? Сейчас ее поддерживать. Я по-любому сейчас в такой моменте буду рядом с ней до конца. Ты понимаешь, видишь, я бы ее остановил, просто бесполезно с ней сейчас общаться. Я думаю, надо... Сейчас бесполезно, да. Я думаю, два дня надо выдохнуть просто, дать, пусть там соберет вещи, да, там... Пусть переспит с этой мыслью, как бы. Главное, что она не из Москвы уезжает. Это самое главное, что она будет в моем поле зрения. И, конечно, я... Ну, без Элины мне нет мотивации дальше оставаться на проекте. Да. Вот. Знаешь, что... Спасибо за цветы. Спасибо за цветы. Подожди, спасибо за цветы. Так как Афинушка очень любит цветы, и она постоянно как бы их перебирает, там что-то рассматривает. Я оставила для нее. А-а-а. Вот, и пусть она любуется. В любом случае, в любом случае, это приятно. Я для Афинушки решила отдать эти цветочки. Ну, хорошо. Пусть зайка радуется цветочкам. Хорошо. Вечером я спросил, как тебе букет, подняла ли настроение. Она говорит, что цветы не приняла и просто дала их Афине, потому что Афине нравится с ними играться. Это... А-а-а. Доброе утро. Доброе утро. Это откуда? А откуда у меня окно? А откуда у меня окно появилось? Откуда окно? Ай, Миталь, как coisa. Откуда у меня окно? Откуда? Это откуда? Эль? Это я. А мужик тут рядом с ним? Появится? А, да, можно мужика прям, пожалуйста, вот сюда прям телепортируй? Отношения хочу. Лиза не появится, если не делаешь бездействие. От тебя пахнет бездействием. Ты такая... Такая я тебя... Лиза, ты что не делаешь? Ты что? Ты что зацелена в столы? Я думаю, ты уголена. Ты что? У меня мужик очень много. Я садовался. Сама! Сама! А тебе такое здоровье? Ты не знаю. Ты не знаю, что такое сама. Ты как со мной ферзуешь? А ты как со мной? Я зато все сама. Я сама. Я сама все сделала. У меня мужика спряталась. Я за мужика не спряталась. Я просто не привыкла выбирать себе мужчин слабее себя. Это ты привыкла выбирать мужиков. Алифу, алифу, алифу. У меня там мужиков, которые даже постоянно не могут. А я? А я? А ты! А я привыкла! Что за... А я за мужчиной. Я за мужчиной. Да, я сильно. Я могу с тобой. А я вас повезло. 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 А тебе нет. Что ты за дыши? А я пошла вместе. Я думаю, что ей нужно выдохнуть. Сейчас я ее просто-напросто. Вряд ли смогу как-то убедить, остановить. Она только будет больше злиться. И мы испортим с ней отношения. Она говорит, не понял, я уже забирал сумки. Она говорит, поддержи. Я буду рядом с ней. Это твое искреннее желание? Это мое желание. То делай так. Потому что в целом люди не могут понять, какое у тебя... Настоящее, да? Какое настоящее желание. Что ты хочешь вообще? То ты с одной, то с другой. Тут дружба. Тут не буду голосовать. Тут оставьте. Ну, короче, вообще ничего не понятно. Как будто с какой стороны ветер подует. Ну, хорошо, в эту сторону и пойдем. Я там увидела новости о том, что пришла твоя бывшая женщина. И надеюсь, что, может быть, в одну реку дважды войти можно. Ну, спасибо, конечно, за пожелание. У меня, правда, другие мысли. Другие мысли, другие чувства. Все же... Пока у меня есть чувства, я не хочу никуда не распыляться, никуда не смотреть. И говорю то, что у меня внутри. Ну, даже если ты не принимаешь, я же не хочу ни себя, ни кого обманывать. Продолжение следует...